а вот мне тут сообщает зумчик что мы уже в эфире давайте-ка мы проверим откуда-то я слышу свой голос безумие вы меня видите вы не слышите коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также друзья я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс волшебный пендель деньги и в моей картине мира вы все вам всем надлежит этот тренинг пройти потому что через три недели мы с вами уйдем под воду уйдем в автономное плавание и этот тренинг продолжится в закрытом режиме в течение месяца будет проходить в закрытом режиме в режиме волшебного пенделя с ежедневными заданиями с еженедельным подведением итогов в течение месяца это кульминация нынешнего года денег и соответственно естественно я как говорил да этот тренинг год денег бесплатный и естественно я никого не заставляю проходить выпая и для тех кто хочет проходить год денег но не хочет например платить эти девять с половиной тысяч и идти идти на vp для них будет задание в течение месяца им будет надо будет кое-что делать так ребятушки скажите мне пожалуйста кто сделал домашнее задание и каков эффект что изменилось что изменилось ли вернее так вот что что мне самое интересное да я прочитал все те домашки которые вы сделали я понимаю что у нас в среднем каждый урок смотрит 45 тысяч человек я понимаю что из этих четырех пяти тысяч человек что-то делают человек 200 но вот в этот раз домашек я явно не 200 получил явно меньше 200 мне кажется человек 20 может быть 30 сделать но это нормально на самом деле да кто делает тот и получает результат вот те кто сделали что изменилось мне один участник написал не буду говорить кто хотя это был ярослав написал в личку что его пост на пикабу который он написал он получил какой-то невероятный отклик кучу комментариев куча каких-то там репостов лайков там и так далее так далее да то есть пост закреп до который пост о себе который он там разместил до получил такой такой большой отклик ну старителлинг работает именно так тогда 50 человек сейчас смотрит так мы еще не начали речь же не о том как сколько человек в прямом эфире смотрит вот я смотрите давайте посмотрим вы что сейчас хотите этим сказать вы типа обесценить хотите вы хотите сказать молчанов ты пиздишь твой тренинг смотрит 42 человека вот прошлый выпуск посмотрела четыре с половиной тысячи человек чем мне тут никита злотников будете так себя вести я вас забаню не жалко никого так давайте я вас сразу забаню окей ребят каков эффект вот алена пишет тоже был большой от злотников забаню есть вот так вот вот так вот бывает когда начинаешь обесценивать справедливо ли это было нет несправедливо но мне было неприятно так а когда мне неприятно я могу и забанить хорошо видим слышим мучаемся с домашкой сложно про себя что-то толковое написать ничего не нравится окей это хороший интересный инсайт да может быть надо посмотреть а что на хорошо а что нравится что в себе нравится так он просто цифру 42 разбанить за увидел ладно давайте разбаню злотников сегодня что-то как-то странно как-то мы с вами никита возвращайтесь весело мы сегодня начали так ладно народ подключается еще раз ребят если не сделали эту домашку то сделайте ее обязательно потому что мы сейчас понимаете вот мы с вами 5 месяцев занимались условно говоря психологией до какими-то там прорабатывали то прорабатывали все да но тем не менее до от этого нам надо перейти к практике если вы условно говоря посмотрели фильм секрет сделали визуализацию там еще что-то письмо вселенной написали и так далее так далее это все хорошо но если вы следующий шаг не сделали дать действия конкретные продающие действия которые вам принесут денег да то вам фильм секрет денег не принесет и вот мы сейчас то с вами к действиями переходит переходим да и все вот эти наши с вами сборы подтверждения они абсолютно бессмысленны если вы не делаете конкретные продающие действия так что все очень просто да и потом не жалуйтесь и не говорите а как же так я и репосты делал и там и подарки вселенной получал да и подтверждение собирала что-то денег как нет так и нет потому что помимо всего прочего да то есть все эти действия да они помогают убрать препятствия внутренние внутри головы но препятствия убрали а дальше надо идти так что вот мы с вами на прошлом занятии да мы с вами разобрали историю мы сформулировали некое предложение которое вы делаете вашим клиентам теперь есть один важный нюанс который я хочу в связи с прошлым занятием чтобы вы поняли что очень часто бывает так что у человека несколько разных направлений деятельности и несколько разных целевых аудиторий и это тоже нормально то есть люди есть такая особенность забавная психологическая да что мы с одной стороны вот мы человека видим мы его определяем кто это это сценарист все отныне для нас это всегда сценарист нас дико бесит если вдруг этот сценарист начинает не знаю картины писать или на гитаре играть вот если да то есть вот как-то мы любим чтобы человек был про одно вот если актер играет комедийные роли то не дай бог он сыграет роль маньяка например помните был такой замечательный комик гальцев и я все время у меня у меня не получилось это к сожалению я очень хотел его затащить в какой-нибудь наш проект в какой-нибудь сериал маньяка потому что офигенно вот представьте гальцев лысый и сзади такие длинные волосы кожаная куртка и обрез в руках офигенно он смотрелся бы офигенно вот но все кому я это говорю да ну гальцев он же это самое он же юморист а я понимаю что он может так маньяка сыграть что все просто офигеют но типа гальцев это юморист поэтому он не может играть да это самое а именно вот на этом контрасте это было бы очень здорово как есть такой актер я его очень люблю в мастерской петра фоменко кирилл пирогов и он такого хороший да но он фильме сестры и сыграл убийцу и он так сыграл настолько круто да когда просто спокойное лицо но вот и это прям невероятно и вот люди про себя тоже очень часто вот я про себя один раз придумал что-то такое я писатель или я учитель я коуч я психолог я маркетолог я еще кто-то вот и все и больше ничего я больше ничего я мамочка а на самом деле чем больше у вас ролей тем вы продуктивнее и для одной аудитории вы можете выступать кем-то одним для другой аудитории вы можете выступать кем-то другим например у меня есть разные аудитории да например у меня есть аудитория писателей я делаю курс по роман и и соответственно писателей что интересует во мне ну вопрос чувак а у тебя свои книги есть я им показываю ребят вот смотрите первый роман написал первая публикация 91 год 92 год вологодский комсомолец газета до 1 роман 2001 год вот трилогия газетчик писатель сценарист в издательстве эксмо да то есть вот я показываю одно что-то да вот мои достижения в этом для сценаристов сценаристом на романа на мой плевать и растереть нас и на листом интересно чувака что ты писал ok вот моя фильмография да вот это первый канал это нтв это россия это стс это там да все для всех каналов я писал плюс анимационные фильмы вот их можно посмотреть да сразу же как бы это самое для драматургов хорошо чувак а где тебя ставили ну в москве там-то там-то в театре док в тюзи до по россии где только не ставили до самые лучшие режиссеры в европе там-то 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 в будапеште в польше в риге в где еще в берлине да в майнце в мюнстере кучу опять же кучей в европейских постановок сценаристом на мои постановки театральные наплевать и растереть писатели не понимают что это такое да то есть они не понимают почему в варшаве почему в польше до постановка в польше это круче чем постановка в германии и почему постановка в кракове круче чем постановка в В Варшаве, например. Хотя у меня есть и там, и там постановки. И там, и там, и там. Да, драматурги сразу это понимают. Да, понимают, что Польша это театральная мерка вообще европейская. Именно Польша. Вот, Германия в меньшей степени. Хотя тоже. Вот. Психологам у меня есть аудитория психологов, да. То есть, которые ВП, да. Для них, что для них, какие достижения мои. Ну, например, два психологических бестселлера. Ленивая скотина и волшебный пендель. Да, то есть, каждой аудитории, каждой аудитории мы рассказываем свою историю. Иногда это можно делать внутри одной площадки. Да, то есть, я ВКонтакте могу и о том, и о другом, и о третьем. Да, но если я буду выступать перед аудиторией, да, я всегда, естественно, буду калибровать и рассказывать разные аудитории разные истории. А если я буду выступать перед предпринимателями, им вообще на все это наплевать. Как мне один предприниматель сказал, мне ваши сценарии не нужны ни полу раза. Да, но что я им расскажу? Ну, я им расскажу, например, о том, что я дал одну схему, одну простую схему коллеге, предпринимателю. Да, и он на этой простой схеме, да, он ее изучил, разобрал по винтикам, выучил наизусть. И ему эта схема, одна простая схема, одна простая структура приносит 20 миллионов рублей в месяц. Это правда. Это не... Я вас не обманываю. Вот, да, вот такую историю я ему расскажу. И он сразу скажет, о, 20 миллионов, одна схема, отдай мне эту схему. Вот, да, сразу же станет интересно. Насколько это понятно? Ребят, вот эта мысль, то, что разным аудиториям мы рассказываем разную историю. Да, вот, кстати, хороший пример, как Никулина в драматических ролях сначала не воспринимали, начинали смеяться с его появлением на экран. А он великолепный драматический, великий драматический актер. Да, вот, кстати, Гульнас пишет про Гальцева. Он меня и в качестве юмориста пугал. Я его и видел маньяком. Так. Окей, идем дальше, ребят. Сегодня мы с вами будем говорить об упаковке и о точках касания. Темы, на самом деле, обе бесконечные и, по большому счету, их надо, на каждую просто можно отдельный курс месячный сделать. Но мы с вами побежим стремительно. Итак, что мы, с чего мы начинаем в смысле упаковки? Первое. Это наше имя-фамилия. И имя-фамилия, может быть, да, вы можете ее модернизировать, да, свое имя-фамилия. Например, мне жена вчера рассказывала про модельера, которую зовут Ксения, Ксения, Ксения Смолина. Вот. И она работает в основном, не модельер, она стилист. Она работает в основном на западную аудиторию. И у нее псевдоним Ксюша Смо. И это прям отлично, да. То есть, легко запоминаемо. Ксения Смолина звучит молодежно, быстро, да, привязывается, привяжется, не отвяжешься. Может быть, условно говоря, не нравится, если какая-то такая простонародная фамилия, да, можно взять фамилию более, более там, благозвучную, иностранную, условно говоря, да. Например, у меня приятель, с которым мы во ВГИКе сидели, его фамилия, не скажу какая. Он взял себе такой очень красивый еврейский псевдоним. И именно под этим псевдонимом его большинство людей знает. Вот. Тоже не буду называть это самое. Кто знает, тот знает, про кого я имею в виду. Довольно известный в нашем деле человек. Поэтому не буду раскрывать псевдонимы. Инфобизнесмены одно время, Андрей Парабеллум, запустил такую моду на очевидные дурацкие псевдонимы, да, потому что, ну, псевдоним Парабеллум, это очевидный Парабеллум. Очевидный псевдоним, да, то есть вы сразу же понимаете, что это псевдоним, что это не настоящая фамилия. Настоящая фамилия его Косырин. Да, и появились Алекс Айвенга, Николай Витамин, был такой странный чувак, Константин Опекун, да, то есть вот все, Дэниел Партнер, да, это все вот запущенная Парабеллума мода на такие нарочитые псевдонимы. Это такая чисто западная, западная история. Да, это все эти Эббены Паганы, Тони Робинсы, да, это все псевдонимы. Настоящая фамилия Тони Робинса, Махаворик. То есть вот, на мой взгляд, нарочитый псевдоним, это плохо, да, потому что люди сразу же понимают, что, ну, это псевдоним, окей, да, то есть если вы берете псевдоним, я советую брать псевдоним, который будет похож на настоящую фамилию. Ну, во-первых, в каких случаях я советую брать псевдоним? В том случае, например, если вам надо поменять судьбу, то есть вы, например, работали журналистом много лет, и вы известны в этом качестве, и вы затем переходите на другую стезю, да, как, например, моя первая жена, да, она, сменив там карьеру, она стала, она была Наталья Молчанова, да, она стала Натальей Леута. И прославилась именно, да, она знаменитый вологодский журналист, которого все знают, как Наталью Леуту. У меня был случай, когда девушку, как раз Наташину подругу, она там без работы сидела, и ее надо было там работу какую-то устроить. Я предложил для газеты что-нибудь написать. Она принесла какую-то заметку, я посмотрел, она неплохая, вот, и она подписала ее, поскольку она работала, да, и не хотела там светиться, она предложила псевдоним Людмила Январева. Я посмотрел, и Январева мне показалось неестественным, да, что-то как-то на слух не ложилось, а поскольку заметку надо было сдавать быстро, да, и я написал Мартова. Почему? Потому что у меня день рождения в марте, да, и потому что был такой меньшевик Мартов, по-моему, меньшевик он был, вот. И ухо воспринимало фамилию Мартова из-за того, что был человек известный с такой фамилией, да, он воспринимал ее как настоящую фамилию. А человек с фамилией Январев или Январева, да, вы вряд ли сможете вспомнить. И вот все, она стала Людмила Мартова. Причем самое забавное, что она стала известной писательницей, до сих пор мне не может простить того, что я ей дал этот псевдоним. Ну, забавно. То есть, псевдоним или фамилия? Вопрос, ребят, хотите ли вы взять себе псевдоним или вы готовы работать под своей настоящей фамилией? Давайте просто мы определим для себя это. Напишите, напишите в чате. Я вот тоже как-то думал называться Света Арурунова. Вот плохо, ребят, вот нарочитые псевдонимы такие, да, они хорошо работают либо на подростковую публику, либо они хорошо работают на иностранную публику, если они упрощают восприятие, да. То есть, я понимаю, допустим, что, там, скажем, немцам было сложно выговорить молчанов. Для нас молчанов это элементарная какая-то, да, они все время молчанов, да, что-то там такое, ерунду какую-то это самое. Да, вот если хотите взять себе псевдоним, то ничего в этом, как бы, это нормально, да, то есть, если реально для меня, вот я считаю, да, что псевдоним – это хорошая история для того, чтобы поменять судьбу. Вот. И в то же время иногда псевдоним может стать препятствием, да, как, например, меня, когда я первые романы публиковал в Эксмо, отдал, вернее, когда они публиковали, меня попросили взять псевдоним, потому что там был автор Андрей Молчанов, и я взял псевдоним Александр Кузнецов, но, это там фамилия, девичья фамилия моей матери, но для меня, мне, моя фамилия, да, она мне дорога, я ее менять не хочу, и мне на обложках книги видеть чужую фамилию Александр Кузнецов я воспринимаю как чужую фамилию, и мне это было неприятно, я не мог воспринимать эти книги как свои, потому что, ну, я же Молчанов, я хочу свою фамилию видеть на обложке. Прошло много лет, прежде чем я, наконец, увидел после этого, да, увидел свою фамилию на обложке, и в основном, поэтому я тогда, в те годы прекратил сотрудничество с Эксмо, мне не хотелось раскручивать чужое имя. А с другой стороны, в то же время, со мной тоже, и сам же парень печатался, Дима Грунюшкин, и он взял псевдоним Петр Гринев, по-моему, или Дмитрий Гринев, не помню, неважно, вот, и он под этим псевдонимом много лет публиковался, да, он считал, что фамилия Грунюшкин смешная, да, ее, типа, не надо раскручивать, надо поменять, вот, поменял. Вот, какие неудобства есть от псевдонима? Смотрите, если вы ездите много по разным мероприятиям, то у вас, например, могут зарегистрировать на вас, на ваш псевдоним, да, в гостинице, и вы приезжаете в гостиницу, да, и говорите, я там такой-то, такой-то, говорит, не зарегистрирован, вот, и вы не понимаете, что происходит, а вас зарегистрировали на ваш псевдоним, вот, есть люди, которые паспорт меняют под свой псевдоним, такое тоже может быть. Поэтому нормально иметь псевдоним и нормально не иметь псевдоним, то есть у этого есть плюсы, у этого есть минусы определенные. У меня есть история, когда человек пытался коллегу найти своего, ну, условно, парабелума, не парабелума, но типа парабелума, да, и он приходит и говорит, а где, вот, парабелум, где живет, в каком номере? И он говорит, нет такого здесь. Настоящую фамилию не знал человек, поэтому. Дальше, следующее, это ваш логотип, ваш герб, ваши элементы дизайна, предметы упаковки. Не для всех ниш они нужны, да, то есть я себе несколько раз делал, и они мне так ни разу не пригодились, но я понимаю, что могут существовать ниши, да, например, если вы предприниматель и делаете что-то такое, где прям бренд свой надо зафиксировать, да, значит должен быть обязательно свой логотип, что-то, что вы ставите, какое-то клеймо, которое вы ставите на ваш товар. То есть если бы я, например, делал сумочки или фенечки, да, я обязательно бы ставил какой-то логотип на свою продукцию. Если бы я писал картины, я бы обязательно разработал бы какую-нибудь прикольную подпись, которая бы внизу картины была. То есть не просто Молчанов, да, а что-нибудь, условно говоря, М, как Мариарти, помните, в Шерлоке, да, М шпагами таким, четырьмя шпагами нарисованы. Вот, вполне, вполне, да, такой запоминающийся картинка, да, которая одновременно и текст, и одновременно ассоциируется с вами. Вот, если вы писатель, сценарист, психолог, коуч, да, логотип, скорее всего, не нужен. Ни логотип, ни гер. Элементы дизайна тут надо смотреть. Некоторым это, если это, например, что-то связанное с визуальными искусствами, конечно, должны быть какие-то элементы дизайна. У меня, например, поскольку у меня все текстом идет, да, этого необходимости нет особой. Дальше, следующее, обязательно важный элемент упаковки, это сделать фотосессию. Причем фотосессий должно быть по меньшей мере три. И это фотосессия деловая, это фотосессия красивая и это фотосессия повседневная. Я периодически, там, типа раз в год стараюсь делать новую фотосессию, но чаще всего мне больше нравится просто пригласить фотографа на какое-нибудь мероприятие, где я, размахивая руками, делаю какие-нибудь лекции. И если вы смотрите мои материалы, вы видите, что чаще всего я их фотографирую, я их иллюстрирую именно снимками с делового мероприятия какого-нибудь, да, где я лекцию какую-нибудь читаю. Вот, но, естественно, появляются у нас и, что называется, красивые фотоснимки, которые сняты в студии с хорошим светом, с хорошим рукастым фотографом, рукастым, глазастым. Поэтому вот я советую и сам это делаю, да, и рекомендую это обязательно сделать фотосессию. Кто из вас делает, кто из вас делал, давайте так, кто из вас делал профессиональную фотосессию? У кого из вас есть профессиональная фотосессия, профессиональный набор фотографий? А, вот Елена пишет. Хочу поменять фамилию на псевдоним, фамилия, под которой более 30 лет работала в журналистике, меня очень тормозит в художке, только вот думаю, как перейти на него. Но для начала поменяйте в соцсетях, вот у вас я вижу две фамилии, Голуб и Кабыш, вот которая ваша фамилия, ну, которая вот та фамилия, которую вы хотите, кем вы хотите стать. Вот поставьте во всех соцсетях именно свою новую фамилию, и все, и дальше вперед. В чем еще сложность? Сложность еще в том, что если вы подписываете договора какие-то, да, то вам, естественно, опять же, надо людям все время напоминать, что, ребята, я не покрас лампас, я Александр Молчанов, да, вот вставьте, не мой псевдоним в договор вставьте, а вставьте настоящую фамилию. Или, например, сегодня мы, мы завтра снимаем наш подкаст, не буду говорить, кто будет гостем, но там актриса с очень красивой, сложной фамилией. И, значит, у меня продюсер наша спрашивает, говорит, а это у нее настоящая фамилия, или, ну, нам паспортные данные, ну, не паспортные данные, а нужны фамилии, имя для того, чтобы пропуск заказать в студию. И я полез гуглить в Википедию, я, ну, как, задумался, настоящая ли это фамилия. И там, да, вот, типа, настоящая фамилия. Вот, то есть, если псевдоним, опять же, это надо... Возникают неочевидные повседневные сложности. Так, я делала, пора обновить уже. Вот, советую, ребят, советую делать фотосессию раз в год. С новым фотографом. Фотографов дофига. Хороших фотографов реально очень много. Хорошая фотосессия стоит, ну, недорого. Ну, 20 тысяч рублей, ну, 30 тысяч рублей всегда можно найти. Да, и арендовать студию это стоит, там, 5 тысяч рублей, да, и фотограф с вами там 2-3... Если нужен стилист, нанять стилиста, это вообще копейки стоит. Да, чтобы вам лицо сделали, там, нарисовали и сделали стиль, оформили, да. Несколько видов одежды взять с собой и отсняться часа 3. Получите, там, 100-150 снимков, от которых, из которых отберете 20, и дальше везде можно их использовать. Поэтому обязательно надо сделать. Так, фотосессии куча. Влада Славина, это псевдоним. Вот, соответственно, да, берете псевдонимы, дальше начинаете появляться под... Везде у вас только псевдонимы. Вы тем самым, на самом деле, вы отрежете все... У вас начнут отваливаться старые контакты. И люди вас будут искать, да, которые вас знают под старым именем, и не находить. Вот, и это, на самом деле, тоже очень хорошо, когда вы, опять же, когда вы меняетесь судьбу. Да, еще я советую, ребят, вот как раз Алена прям с языка сняли, потому что я как раз хотел сказать по поводу нейросети, я не рекомендую нейросетью пользоваться. Да, во-первых, это кажется все-таки, о, круто-круто, давайте, короче, все сделаем через лензу будем фотки, это самое. Когда это один-два раза, это нормально. У меня, кстати говоря, забавно, у меня НФТ стоит в аватарке, и она тоже выглядит, как будто она сделана нейросетью. На самом деле, у меня моя аватарка сделана ручками, руками, очень хорошим дизайнером. Вот, хотя похоже на нейросеть тоже. Но посмотрю, может быть, я и поменяю, сделаю вообще обычную, просто фотку поставлю. Короче, во-первых, из-за того, что нейросетевых вот этих фоток стало много, люди перестали на них реагировать. Очень быстро перестали. Ну, все понятно, нейросеть, все, пролистываешь. И алгоритмы тоже начали хуже реагировать на эти самые нейросетевские фотки. То есть, у вас нейросетевская фотка, и алгоритм их меньше предлагает. Вот, и в дальнейшем будут больше цениться, ну, как мне кажется, есть такая гипотеза, больше цениться именно живое фото, что называется, без обработки. Так, окей. Это забавное, кстати, замечание, Наталья написала. У нас у девочек фамилии постоянно меняются. Это действительно так, это интересно, да? То есть, я искал своих одноклассников, ребят, да, я их всех нашел. То есть, вот, находишь в соцсети сразу же, пробовал девчонок найти, никого нет. То есть, интернет никого из них не знает. И это очень интересно, да, что мужики, они всегда остаются на виду, а девушки, они растворяются в этой бесконечной России, да, и не оставляют за собой никакого следа. Их уже найти дальше невозможно. Они начинают жить какой-то новой жизнью. То есть, в этом есть что-то, да, такая возможность поменять судьбу. У меня фамилия. Дальше. Следующее, что я советую сделать, сделать такую штуку маркетинг-кит. Что это такое? Это пакет материалов для СМИ, в которой есть биография, в которой есть цифры, есть справочная информация, есть качественные фотографии. То есть, вот если вам о себе нужна какая-нибудь информация, кто-нибудь делает буклет какой-нибудь, да, и вам говорят, а у вас есть какая-то информация о себе, а у вас есть маркетинг-кит, и вы его отправляете, там все есть файликом. Да, допустим, на Яндекс.Диске ссылку кидаете, и все, и без проблем. Вот. И это очень сильно, очень хорошо помогает в работе. У кого из вас есть такой маркетинг-кит? Маркетинг, конечно же, кит. Да, подборка материалов для СМИ. У кого есть? Если нет, то обязательно подготовьте, сделайте такую штуку. Потому что бывают удивительные моменты, да, когда вот просто качественного, профессиональной фотографии достаточно для того, чтобы оказаться на обложке какого-то специализированного журнала. Мне известен такой случай, что, и я когда работал в газете шеф-редактором, в газете метро, мы все, у нас была традиция, мы на обложку всегда ставили какую-нибудь красивую девушку с какой-нибудь новостью. И это было тяжело, почему? Потому что четыре раза номер выходил в неделю, мне четыре раза была нужна какая-нибудь девушка с какой-нибудь новостью. И, естественно, я готов был любую красивую девушку, да, с любой красивой новостью, если есть качественная фотография, я был готов ее поставить на обложку легко, не задумываясь. Тираж газеты был 500 тысяч экземпляров. Можете себе представить? То есть люди были готовы заплатить миллионы денег за то, чтобы к нам попасть, а я был готов бесплатно поставить, ну вот дайте качественное фото, дайте новость качественную на тысячу знаков, и я вас поставлю на обложку. И был такой случай, когда в бизнес-журнале в одном на обложку были готовы, ну уровня не Forbes, но уровня Forbes, были готовы кого угодно поставить, любого предпринимателя, если он пришлет качественную фотку. Вот была такая ситуация. Поэтому очень часто просто наличие качественной фотки может вам очень-очень, ну может прям буквально судьбу изменить. Поэтому, что там должно быть, еще раз перечислить. Биография, цифры ваших достижений и справочная информация о вас, условно, где печатался, где работал, там и так далее, и так далее. Тут там в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Условно говоря, если психолог там провел столько-то, столько-то консультаций, да, прошел столько-то, столько-то тренингов, у того-то, того-то учился, у того-то, того-то в супервизии и так далее. Ну вот то, что все, что надо по вашей профессии, все, что может понадобиться. И обязательно качественные фотографии. Разные, деловые, повседневные, маленькие, большие, да, то есть хорошая подборка любой информации, которая о вас может понадобиться. Так, два разных. Сайт это сайт. Сайт это отдельно сейчас про сайт поговорим, но здесь нужно именно, вот это вот очень плохое впечатление производит, когда вы говорите, да, сходите, у меня на сайте вся информация есть. Ну, никто не пойдет на сайт, да, то есть, а вот папочку присылаете, возьмут, скачают и поставят. Вот, да, посылать на сайт в данном случае это неуважение. Так, как делать маркетинг-кит с псевдонимом? Все на свою фамилию, да, но укажите, если там надо указать прежнюю фамилию, где-то там в скобочках укажите, что настоящая фамилия такая-такая. Под псевдонимом таким-то, таким-то много лет работала журналистой там-то, там-то. Так, была подборка, уже семь лет не обновлялась, соответственно, я вам здесь для этого, именно для того, чтобы напомнить, сделать те действия, которые вы давно не делали. Дальше, следующее. Участие в творческих союзах. Я честно скажу вам, что я к этому всегда относился с большим пренебрежением. Почему? Потому что я работал журналистом в газете «Вологде», и вот мне всегда казалось, когда человек подписывается там «такой-то, такой-то, член Союза журналистов с 1976 года», мне всегда казалось, что это как-то жалко, когда человек на ровном месте пытается поднять себе статус. И потом я понял, что для других людей, да, это для нас, это кажется, ерунда какая-то, потому что мы знаем, что я в Союз журналистов вступил, не знаю, мне лет 20, наверное, было. То есть, я работать рано достаточно начал, да, и меня очень быстро как-то заметили, и просто в какой-то момент мне сказали, а хочешь в Союз вступить? Я говорю, ну, хочу. Вот, сходил с председателем, поговорил, он говорит, да, конечно, я тебя читаю, знаю, там, молодец, там, все, отца твоего знал, там, и так далее, ну, все, давай, типа, две рекомендации, и мы тебя примем. И все, меня очень быстро приняли. Это был, какой год, наверное, 95-й, 21 год мне был. Ну, вот, 20 еще, да, поэтому в каких творческих союзах вы состоите? Напишите, ну, имеется в виду, естественно, творческие союзы по вашей специальности, да, то есть, если вы писатель, а вы член гольф-клуба, да, это, конечно, вряд ли нам поможет. Вот, и в итоге я вступил в член Союза журналистов, в Международный Союз журналистов, там такая зеленая книжечка была, по которой вроде как можно, во все музеи ходить, но я ни разу, честно говоря, ей не воспользовался, ни в один музей ни разу так не попал по этой книжечке. Дальше, член Союза писателей, член Союза кинематографистов и член сообщества Миллениум Фронт Театра. Причем меня когда приняли, прям такой, ты пожизненный член, мне выдали справку, там, какое-то удостоверение, пожизненный член Миллениум Фронт Театра. Вот, и я обнаружил, да, и я много лет работал, как это у меня была, общественная нагрузка, я был членом приемной комиссии Союза кинематографистов. Я, собственно, за сценаристов отвечал, то есть я принимал сценаристов в Союз кинематографистов. И я всем знакомым своим говорил, ребята, вступайте в Союз, вступайте в Союз, никто не хотел вступать в Союз. Вот, и при этом, да, то есть сценаристы сами и писатели к этому относятся очень пренебрежительно, а люди со стороны, они смотрят и говорят, ууу, как круто, член Союза кинематографистов, ууу, это, блин, вообще. Да, и я когда вступал, я думал, что я буду бесплатно ходить в Дом кино, кино смотреть. Ну, и так ни разу и не сходил туда, кино так и не посмотрел, хотя мне присылают все эти, все мероприятия, список мероприятий в начале месяца присылают. Так, какие есть у вас участие в Творческих Союзах? В каких Творческих Союзах вы состоите? Так, в ассоциации риэлторов, психолог, такой-то, такой-то, братство читающих писателей. Окей, вот все это нужно об этом упоминать, об этом всем надо писать. Да, и вот я обнаружил, что где-то в какой-то тусовке я сказал, ну да, член Союза писателей, член Союза кинематографистов, все таки, как это круто. Так, что указывать, если позиционирую себя как сценарист, но снятых проектов еще нет, только два написанных сценария? Хороший вопрос, и есть большой, есть, скажем так, большое сомнение, да, такое, с какого момента человек-сценарист становится сценаристом. Считается, считается, что сценарист становится сценаристом с того момента, когда по его сценариям снимут что-то, что можно посмотреть на любом экране, кроме экрана компьютера. Да, то есть что-то, что вышло на телевидении, что-то, что вышло на большом экране. Я так не считаю, честно говоря, мне кажется, что сейчас все это очень размывается, да, и я считаю, что человек сначала решает про себя, что я сценарист, да, а потом он уже становится сценаристом. Да, как птица сначала решает, что она птица, а уже потом начинает летать. Вот сценарист, писатель то же самое, да, то есть писатель сначала должен решить про себя, что он писатель, а уже потом у него появятся книги. А не так, что сначала книги появятся, изданные, да, пьесы поставленные на сцене, а потом соберется какое-то братство старейшин и скажет, Ну вот, теперь ты, мы тебя нарекаем, да, вот отныне ты писатель. Мне кажется, что вполне человек сам может себя назвать сценаристом и дальше сценаристом быть, опять же. Зайдите в свои соцсети, да, то есть если вы сценарист, зайдите в свои сети, не ждите, что вас назовут сценаристом в своей соцсети и напишите в графе о вас, напишите сценарист. Причем не надо кокетничать, начинающий сценарист, так и напишите сценарист, все, пишу сценарий. Вот, и поверьте, это очень сильно ускорит ваше движение от сценариста не снятых сценариев к сценаристу со снятыми сценариями. Так, союз журналистов с писателями так же, да, с писателями точно так же. Причем там еще два союза писателей, да, то есть там один союз писателей там патриотический и второй союз писателей, я в союзе писателей Москвы. Он такой либеральный, условно говоря, да, и я когда пришел в этой самой, когда я отрастил бороду, да, она у меня еще такая прям борода была, я пришел как-то платить взносы, а они сидят все в одном коридоре, в одном здании. И на меня смотрит эта женщина, секретарь, которая взносы принимает, она такая на меня смотрит, говорит, вы точно туда? Вам, по-моему, в другой союз. Я говорю, нет, нет, это борода западника, а не славянофила, так что, говорю, мне к вам, я точно знаю, что мне к вам. Так, художник может быть без спецобразования, но в союз художников такого не берут. Ребят, у Леонардо да Винчи было удостоверение союза художников? Я думаю, что нет. Вот, поэтому все это, все союзы, это усилитель, это, естественно, плюс, плюс один, да, но если этого нет, это тоже, ну, большой беды в этом нет. Вот, я вам больше скажу, что на какой-то стадии, да, когда вы становитесь более известными, вы перерастаете все эти союзы, да, и в какой-то момент это все вам становится ненужным. То есть я уже, у меня удостоверение ребенок сгрыз, а судя по тому, что ребенку сейчас уже 10 лет, да, когда он сгрыз? Он лет 8 назад его сгрыз, да, когда совсем мелкий был. Поэтому я ни разу за это время у меня не возникла мысль это удостоверение восстановить. Значит, не так оно мне за это время требовалось. И, наконец, что можно сделать? Можно создать собственный союз, можно создать собственную ассоциацию. Например, я в свое время создал сценарный цех, который до сих пор уже давным-давно там автономный, независимо от меня существует, уже много лет. Насколько это понятно? Вот то, что я вам хотел сказать по упаковке. Это основные какие-то вещи, которые надо сделать. Или если есть какие-то вопросы по упаковке, то можете задать эти вопросы. Если понятно, напишите понятно. Вообще не хочется участвовать в террариуме единомышленников. Я согласен с этим. Я об этом говорил. Я считаю, что нужно очень сдержанно, понимаете, от профессионального общения не должно становиться самоцелью. То есть, оно может, конечно, помогать на каком-то этапе, но очень часто люди считают именно профессиональное общение самоцелью. Самоцель – это написание текста. Ну, в смысле, написание, создание продукта, создание чего-то, что вы делаете. Потому что тут не все сценаристы, но тем не менее. Так, хорошо. И еще одна важная вещь. Есть ниши, в которых слишком красивый дизайн, он отталкивает. Слишком красивая упаковка. Вот если вы не видели, вы видели мой сайт? Вот я вам скину этот самый. Если вдруг есть здесь люди, которые не видели мой сайт, я вам его покажу. Вот можете пройти по ссылке. Мой сайт сделан на бесплатном шаблоне ЮКОЗа. Он, естественно, оплачен. У меня оплачен хостинг, чтобы там не было рекламы. Оплачен сертификат безопасности. То есть, все эти технические штуки сделаны. Но сайт этот сделан вот этими самыми ручками. То есть, когда я в очередной раз уволил очередного дизайнера, который сделал невероятно красивый сайт, который совершенно не работал. Там были огромные картинки. И где-то там маленькая внизу страничка, где можно было про курсы прочитать. И он дико гордился этим сайтом. Он огромные деньги стоил. И первые деньги, заработанные в мастерской, я отдал вот за этот сайт, который вообще не работал никак. И когда мы как бы расстались, я потерял и домен, и мне надо было за ночь... То есть, утром у меня должен был быть сайт новый. И я залез в интернет и написал, как создать сайт, если ты не программист. И по первой же ссылке прошел и открыл, создал. То есть, если бы я попал на тильду, у меня был бы сайт на тильде. Но у меня сайт на ЮКОЗе. И за это время, естественно, как вы понимаете, я много раз пытался сделать другой сайт. И был Кинчик.ру, был онлайнфилдскул.ру. Были разные сайты, которые делали разные крутые дизайнеры. Как только я делал новый сайт, у меня сразу же падали продажи. И мне периодически кто-то пишет, дизайнер какой-нибудь заходит и говорит, «О, дурак, какой у тебя сайт тупой!» «Ты вообще сходи к кому-нибудь, давай я тебе сделаю сайт за вменяемые деньги. Или сходи, найми кого-нибудь, кто тебе сделает нормальный сайт». Я потом у этого человека спрашиваю, «Чувак, а на сколько ты продаешь в месяц?» Естественно, человек мне на этот вопрос не отвечает, начинает уклоняться. Я говорю, «А я вот на столько». И выясняется, и человек понимает, что наш вот этот кривой якобы сайт продает в 10-20 раз больше, чем он продает своим красивым сайтом. Почему? Потому что для моей аудитории главное это текст. И главное, чтобы до этого текста, чтобы до него не надо было 50 раз кликать. Да, зашел на сайт и сразу же видишь все, что тебе надо. Там два материала висят. Информация о волшебном пенделе и информация о технологии бестселлера. И вверху еще там, по-моему, 4 или 5 этих самых плашек. Ближайшие курсы, о мастерской, книги и так далее. Все, вся информация есть. Да, вот поэтому, ребятушки, да, вот Никита пишет, «Видел ваш сайт, хотел как дизайнер предложить вам новый дизайн». Никита, дорогой мой, вот когда вы будете своими сайтами зарабатывать столько, сколько я, тогда вы можете предложить мне новый дизайн. Вот без обид. Этот сайт продает больше, чем все сайты, которые вы создали за всю свою жизнь. Я не знаю, что вы, что вы это самое, да, но вот мой опыт показывает, что все люди, которые мне предлагают дизайн новый, да, все их сайты продают гораздо меньше. Поэтому дизайн не, есть ниши, в которых дизайн не важен. Более того, когда появились вот эти инфобизнесовые шаблоны, да, и я пробовал переходить на именно вот чистый инфобизнесовый шаблон, знаете, где вот красивые картинки, да, плашечки, вот эти все отзывы отдельно с круглыми окошечками. И когда отрубили в начале прошлого года, нам отрубили сертификаты безопасности. И у меня сайт начал сигналить, да, то есть на него заходишь, да, допустим, а там восклицательный знак и типа «опасный сайт, уходите отсюда, тут у вас там карточки ваши украдут». Вот, и для продающего сайта это не очень хорошо. Потом мы нашли решение, сделали этот сертификат, все нормально, мы эту проблему убрали. Но я типа там месяц боялся людей на него заводить. Я создал такой инфобизнесовый лендинг, что называется. Он продает хуже, он продает меньше. Вот, почему? Потому что у всех такие лендинги, да, и человек, который заходит на мой сайт, он видит, что, ну, если человек с таким сайтом продает на такие деньги, да, наверное, ну, его продукт достаточно хорош. Да, что люди этот продукт покупают. И, соответственно, если, например, заходит человек, смотрит на сайт и говорит «фу-фу-фу-фу-фу, какой говняной сайт, не буду я на нем ничего покупать». Но это значит, что этот человек не знает, кто я такой, да, и мне с ним будет тяжело в мастерской. То есть, у меня покупают те люди, которые уже знают, кто я, да, и какой продукт я делаю. Вот поэтому осторожней с дизайном и не всегда вот этот овердизайн, да, он хорош. Не во всех нишах. Понятно, что если вы, например, продаете там чисто дизайнерские продукты, да, если вы художник, например, у вас обязательно должен быть хороший сильный дизайн. Да, 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 Никита. Грамотный дизайн всегда увеличивает продажи. Нет! Нет! Еще раз, Никита, я не эксперт учусь. Я человек, который вот этим сайтом продает уже 8 лет в среднем на 1,5-2 миллиона в месяц рублей. Вот, так что вы можете, вот то, что вы говорите, да, опровергается фактами. Вот положите рядом хотя бы миллион рублей за месяц, который продает ваш сайт, тогда мы с вами поговорим. Сейчас нам с вами говорить не о чем, да, то, что вы говорите, бессмысленно. Так, еще раз, Никита, вы можете подчеркивать все, что угодно. Ваш спор со мной сейчас бессмысленен. Вот пачка денег, вот то, что вы говорите. Пустой, то, что вы говорите, это пустой звук. Пачка денег. Так что, ребят, не надо, не спорьте с дядей Сашей, а слушайте то, что он говорит. Так, идем дальше. Важно, чтобы вы понимали, ребят, что есть ниши, в которых слишком хороший дизайн, слишком хорошая упаковка отталкивает. То есть, если бы я себе сделал, запилил бы роскошный логотип, роскошный герб, сделал бы дизайнерские ручки и так далее, и так далее, это не увеличило бы продажи, а скорее их снизило. А если у вас модный дом, например, да, то это продажи увеличит. Так, кто-то у меня там звенит. Осмыслите пока эту мысль, я схожу, дверь открою, у меня там жена с ребенком пришли. Ок, идем дальше. Теперь пробежимся, быстренько пробежимся по точкам касания. Ваш сайт создает впечатление, что он был создан в те еще годы и как будто поддерживает эту тему устойчивости, стабильности, неизменности. Да, да, он нарочито старомодный. Вот, и поэтому там внутри еще есть кое-какие неочевидные вещи, о которых я говорить не буду, но тем не менее. Но, как вы видите, да, он не... Это не дизайнерский сайт, это бесплатный шаблон. Вот, окей, идем дальше. Какие у нас есть точки касания? Во-первых, смотрите, да, что такое точка касания? Это любая точка, с помощью которой мы соприкасаемся с потенциальными клиентами. Не всегда эта точка касания является каналом продаж. Да, то есть канал продаж, это точка касания, через которую вы продаете. И могут быть точки касания, через которые вы непосредственную продажу не производите. Непосредственный момент конверсии, момент, когда человек вам платит, могут быть точки, в которой у вас нет. Вот, и люди очень часто это путают. Да, то есть кто-то говорит, а сколько у вас там каналов продаж? А вот столько, а сколько точек касания? И люди не понимают, что это разные вещи. То есть они могут совпадать, они могут не совпадать. Например, сайт является точкой касания, но каналом продаж он не является. Или, например, вот я веду подкаст... Сейчас мы... Завтра у меня как раз съемки, да, мы запустили подкаст с газетой «Комсомольская правда». И это точка касания, да, то есть люди слушают подкаст, смотрят его на YouTube-канале «Комсомолки», в группах «Комсомолки», да. Но там нет продаж. Я там ничего не продаю, я не рекламирую там мастерскую. Вот, поэтому мы говорим с вами о точках касания в данном случае, да, и надо понимать, что не всегда это является каналом продаж. Итак, какие есть точки касания? Они... Тоже здесь есть много... Есть дискуссионный вопрос, сколько должно быть таких точек касания. Потому что, например, тот же парабеллум, он говорил, что, типа, ребят, один канал, да, приоритетный, и фигачить вот по одному этому каналу. У него вообще была там такая концепция, да, один канал, одно предложение, один продукт, один способ конверсии, да, и вот ты в одну точку лупишь и очень быстро добиваешься результата. Что это дает? Это дает быстрый результат на короткой дистанции. То есть, если вам, например, надо взлететь и надо быстро выйти на какой-то доход, да, там, условно говоря, 100 тысяч в месяц, да, надо зарабатывать, то надо взять один канал и полностью на нем сосредоточиться. Но, если вы работаете в долгую, да, вот наша мастерская работает 15 лет. При этом мы продавать что-то начали 8 лет назад. Да, то есть, вот мы, у нас точки касания уже были, и я думал, что через какое-то время мы начнем, запустим мастерскую и будем уже платные курсы делать. Вот. Но созрел я только к 2014 году. И с 2014 года мы, эти каналы, точки касания, они превратились в каналы продаж. И мы там начали еще и продавать. Но вполне могут быть точки касания, в которых вообще нет никаких продаж. Итак, двигаемся дальше. Какие они могут быть? Я вам, у нас их очень много. У нас, я помню, я выступал перед предпринимателями. Есть такой чувак, а я Саша Будинов, наверняка вы его знаете. Он прям реально классный чувак. И он, несколько раз я на его мероприятиях выступал. И я говорю, значит, ребята, у кого из вас одна точка касания? Раз кто-то поднял, там все подняли руку, вернее так, у кого есть хотя бы одна точка касания? Все подняли руку, да. Я говорю, у кого есть три точки касания? Гораздо меньше людей оставило руку, да. А у кого пять есть? Еще меньше оставили. А я сдержит руку. Я говорю, а у кого десять? Все опустили руку. Я говорю, у нас, в нашей сценарной мастерской, в то время было их по-разному. Они добавляются, убавляются. В то время, допустим, было 83 точки касания. Сейчас их там около ста. И они, многие из них не очевидны. То есть, люди их не видят и не знают. Они точечно, четко в ту или иную аудиторию. И понятно, что нас завалить невозможно. Да, то есть, если у меня там рухнет сайт, завтра у меня новый сайт тут же появится. Да, рухнуло, исчез Facebook, исчез Instagram, там еще что-то, да, что-то завалилось. Да, тут же запасные каналы запускаются и очень быстро трафик перехватывают. И поэтому мы абсолютно неуязвимы. Ну, не абсолютно, а очень устойчивы. То есть, любые проблемы, да, они очень быстро компенсируются за счет других источников трафика. Итак, что это может быть? Что я советую сделать? Первая вещь – это DataShit. Что это такое? Это ваша презентация на бумаге. Да, то есть, вот если у вас вот то же письмо, которое вы про себя писали, да, я советую его распечатать на бумаге числом экземпляров от 5 до 10, положить в файлик и всегда иметь при себе. То есть, смотрите, вы общаетесь с кем-то, общаетесь на, допустим, какой-нибудь этом самом, на какой-нибудь вечеринке, мероприятии. Вот, и вы понимаете, что человек интересуется вашей темой и хочет с вами познакомиться поглубже, поближе. Да, и вы говорите, ну, зайди на мой сайт и посмотри, да, никто не пойдет искать на ваш сайт, да, давайте визитку, да. Да, окей, о визитке мы сейчас поговорим, но визитка, как сказать, там мало информации можно разместить, да, а нужно как-то побольше про вас узнать. Вот, и если вы такой вот на три листочка распечатаете эту инфу, да, человек возьмет и обязательно прочитает. Я клянусь вам, 100% людей, вот такой ваш DataShit, получив в руки, обязательно прочитает. Еще круче, если это мини-книжечка о вас, только это не должно быть 150 страниц, это должно быть максимум 10 страниц. Через Reader.io такую книжечку можно напечатать. Это реально очень хорошо смотрится и очень хорошо читается. У меня была такая мини-книжечка по коучингу, когда я коучинг очень сильно качал. Вот была у меня о моем коучинге такая мини-книжечка. И, соответственно, этого никто не делает. Очень мало кто это делает, да. В этом случае, условно говоря, вот конверсия в читателя 100% все это прочитают до конца. Да, это 100%. Вот, советую. И, опять же, да, вот вы сейчас слушайте, давайте кто там, Никита нам подскажет, сколько у нас человек в прямом эфире сейчас. 106 человек в эфире. А, нет, он же застывает. Давайте я сейчас посмотрю, сколько у нас сейчас человек в прямом эфире. Да, 100, 106 человек. И вот из 106 человек хорошо, если один или два сделают такой даташит. Давайте так, напишите мне сейчас в чате. Те, кто сделает даташит, напишите. Я сделаю даташит. Прям пообещайте. Да, мне так понравился ваш сайт. Я даже подумал, что да, дурацкий такой сайт. Очень интересно, кто же за ним стоит. Вы представить себе не можете, какого уровня маркетологи мне разбирали мой сайт. И говорили, какой у тебя говно сайт. То есть, вот люди прям монстры. И потом я говорил, что называется, все смеялись, все смеялись над ним, когда он сел за рояль, а потом он заиграл. Да, и вот, когда я называю цифры продаж, сразу почему-то смех прекращается. Все, ребят, напишите, я сделаю даташит, напишите, я сделаю даташит. Мне нечего себе писать, пишет Маргарита. Есть, вам есть о чем писать. Переслушайте прошлое занятие и это самое. Сделайте, обязательно сделайте такую штуку. Даташит. Дата это данные, шит это лист. Это опять же, это парабеллум в свое время. Много-много лет назад на каком-то бесплатном, причем вебинаре даже, рассказал эту штуку. И она мне так круто показалась. Я когда запускал мастерскую, я сделал такую штуку, я их раздавал просто всем. И это очень хорошо работало. То есть, люди прям реально приходили. А если вы работаете в какой-нибудь узкой нише, ну, например, смотрите. Вот у меня был ученик один. Он в коучинге. Он, у него была школа китайского языка. Вот. И мы сделали такую вещь. Он сделал вот такие даташиты, да, о своей школе. И он ходил на все конференции, посвященные торговле с Китаем. Да, то есть, это узкая ниша абсолютно. Вот он ходил и раздавал просто людям эти штуки. Оттуда народ очень хорошо конвертировался. То есть, ну, гораздо лучше, нежели просто трафик с сайта. Так, мне его некуда предъявлять пока. Его у вас пока нет. Как только он у вас появится, вы сразу, вы сейчас не видите просто. Да, вы начнете видеть людей, которым можно его дать. И вы начнете их видеть. Вы его сделаете. Пять экземпляров. Ребят, три страницы текста. Вы его уже написали. Если не написали, сядьте, напишите. Распечатайте, вставьте свою фотографию туда и свои контактные данные. Все. Работы на пять минут. И распечатайте. Одно предложение, одно предложение какое-то. Так, хорошо, идем дальше. Следующее. Это Википедия. Википедию, самим Википедию сделать нельзя. И она за этим очень сильно следит. Но, опять же, если вы, скажем так, достигнете того уровня, чтобы быть на Википедии, то это очень неплохо. Есть всякие циклопедии, там еще эти самые сервисы, где можно сделать о себе страницу. Я советую это сделать. У меня страница в Википедии есть. Честно говоря, я не знаю, кто ее сделал. Она, в принципе, вполне пристойная. Хотя, там периодически появляются какие-то смешные поправки. Меня путают часто с сенатором Александром Молчановым. И, например, там появляется поправка, что у меня состояние полтора миллиарда долларов. Или кто-то хейтеры какой-нибудь пишут ерунду какую-нибудь правят. Хейтерскую. Такое тоже бывает. Это прикольно. Дальше. Следующий. Это блог. Блог. Да. Блог у вас может быть на где-то там на Снобе. Да. Может быть, стендалон блог. Может быть, блог в соцсетях. Да. Блог, где именно дневник, в котором вы рассказываете о своих каких-то... о своей жизни, да, о своих мыслях каких-то. То есть, у вас может быть, например, могут быть соцсети, да, но блога в соцсетях у вас может не быть, да, а может быть блог в соцсетях. Вот у меня в ВКонтакте именно блог, да, то есть я рассказываю о своих каких-то мыслях о событиях в своей жизни. Да. Лив Жорнел мне очень нравился. Но сейчас аудитория оттуда, к сожалению, ушла. То есть, блог у вас может быть в любой соцсети. Да. То есть, соцсеть не равна блогу, но блог может быть отдельный где угодно. Так, что-то у меня там ребенок верещит. Есть не хочет, наверное. Дальше. Сайт. Собственно, сайт должен быть обязательно. Скажите, пожалуйста, друзья мои, есть ли у вас свой сайт? Так. Резюме. Это не совсем резюме, да. То есть, если вы, например, работник, да, то есть вы наемные работники, вы хотите быть наемным работником, тогда да, это резюме. Распечатанное портфолио. Не совсем, ребят. Еще раз. Портфолио, да. Ну, портфолио – это близко к даташиту, да. То есть, вы немножечко меняете позицию, да. То есть, вы портфолио и резюме, да. Здесь есть оттенок такой, как бы вы снизу. А даташит – это на равных, да. То есть, вот я предлагаю вот такие услуги, да. Прямо меняется. По поводу сайта. Смотрите. Многие считают, что сейчас можно без сайта. Я считаю, что такая точка зрения имеет право на существование. Без сайта можно. Да, например, если у вас хорошо раскрученный инстаграм, надо тут добавлять, да, сайт с захваченной зомби и прочими злодеями и запрещенный в Российской Федерации. Да, вот если у вас там хорошая большая аудитория, прикормленная, что называется, да, совершенно спокойно можно продавать без сайта. Вот прям через инстаграм или везти их куда-нибудь там в топлинк, да, и без сайта конвертить. Это вполне может быть. Но я считаю, что сайт все равно должен быть. Почему? Потому что должна быть какая-то точка сборки, да. То есть, должна быть какая-то вещь, которую вы контролируете полностью. Потому что опыт показывает, да, что вот эта наша позиция в любой соцсети, она не вечная. Год назад у меня в Фейсбуке, у меня был очень раскрученный аккаунт. Я там, кто помнит, там каждый день задавал вопросы. И у меня были по тысяч, по несколько тысяч комментариев были ответы на вопросы. И аккаунт, там каждый пост видели десятки тысяч людей. Он был очень раскачан. Подписчиков было 270, ну плюс друзей 5 тысяч, да. То есть, ну считайте, 275 тысяч подписчиков. Это прям реально много, да. Он входил там типа в двадцатку самых популярных российских Facebook, тех самых, Facebook блогеров. И мы в основном через Facebook работали, да. Хоп, все, Facebook закрыли. И все, я совершенно спокойно пошел, да, взял все пожитки и пошел в Telegram, пошел в ВКонтакте, начал там с нуля все раскручивать. Но сайт-то у меня как был, так и остался. Да, то есть сайт это что-то, что у вас никто не отнимет. Любую страницу в любой соцсети могут заблокировать в одну секунду. Без какого бы то ни было с вашей стороны повода. Поэтому сайт я советую обязательно иметь. Причем именно сайт, не лендинг продающий, да. Например, на гид-курсе можно делать лендинг курса, да, своего. И дальше кидать просто там на вебинаре или где вы продаете, или в соцсетях выставлять. Но должен быть именно сайт, куда человек зайдет, прочитает биографию, да, прочитает о вас, да. И какая-то вещь, да, за которую вы держитесь, да, то есть которая является некой точкой сборки. А если, например, там есть возможность вести блог на сайте, то это тоже я одно время ввел блог там. Вот, потом понял, что все-таки в соцсетях более эффективно, да. То есть если, например, удается трафик туда перегнать. Например, у Гоблина был очень популярный именно его сайт Оперру. То есть люди специально туда заходили и читать. Есть Excel.ru. Но я предполагаю, что это скорее исключение, чем правило. Это разовые такие вещи, да, которые там всем сложно будет повторить. Если вы разбираетесь в SEO, я, например, в SEO не разбираюсь, да, в поисковой оптимизации, да. То есть есть люди, которые в этом разбираются, они могут привлекать трафик, да, органический трафик себе на сайт. Тоже мне такие случаи известны, когда человек хорошо оптимизировал свой сайт и люди хорошо, органика шла именно на сайт. К сожалению, вот я в этом смысле не талантлив, да, и у меня весь трафик на сайт идет в основном из моих соцсетей. Мне этого хватает достаточно. Дальше. Следующий канал – это автоподпись в письме. У кого из вас есть автоподпись в письме? Что такое автоподпись? Это когда вы отвечаете на письмо, у вас там появляется, например, ссылка на ваш сайт. Здравствуйте, я такой-то, такой-то. Вот мой сайт. Или вот мои ближайшие курсы. Или вот мой блог, подпишитесь. Автоподпись, я не знаю сейчас у меня, я ее периодически меняю, сейчас я не помню, какая у меня там автоподпись. Тоже я ее периодически меняю. Это точка касания, потому что когда вы отвечаете какому-то человеку, и он видит, что у вас автоподпись, да, его это не раздражает, но он получает нужную информацию. То есть, если вы просто в своем письме напишите «зайдите на мой сайт», это будет всех бесить. А автоподпись, она никого не бесит. Все понимают, что это же автоподпись. Вот, и это точка касания. То есть, человек, которому вы просто отвечаете на письмо, да, он дополнительно еще видит, например, ваш сайт или вашу соцсеть. И кто-то может туда перейти. Вот, поэтому у кого нет автоподписи, и если вы часто общаетесь, переписываетесь, да, я советую автоподпись сделать. И куда-то ее, куда-то людей оттуда везти. Либо на главную соцсеть, либо на сайт. Дальше. Соцсети. Что касается соцсетей. Смотрите, там ситуация постоянно меняется, да. И если я сейчас скажу вам, да, что вот ситуация такая, а вы будете этот вебинар слушать через месяц, ситуация будет уже другая. Да, то есть, например, там, фейсбук, там, в течение года он был мертвый. Вообще просто мертвый. Вот. Сейчас он начинает потихоньку оживать, но он все еще очень токсичен, там очень сложно как-то существовать. И мы сейчас, у меня наша сотрудница размещает там материалы каждый день, да, то есть мы страницу поддерживаем, существование страницы. Но я не захожу туда, во-первых, сам. И, во-вторых, там нет комментариев. Мы отключили комментарии. Да. Это значит, что это резко снижает охваты. Потому что за счет комментариев запись набирает охват. Вот. Поэтому вот сейчас так, да. Через месяц все может измениться, и он может опять стать топовой соцсетью. Вот. Поэтому тут все время надо отслеживать, какая ситуация. Итак, вот фейсбук. Дальше тик ток. Тик ток сейчас мертвый, да, тоже. Очень мощная, очень крутая соцсеть с очень большим потенциалом. Сейчас на Россию рекомендации закрыты. Поэтому я сейчас, я много экспериментов каких-то там пробовал, да, и понял, что сейчас там бесполезно что-то делать. То есть, размещать материалы там можно. Опять же, левой ногой через правое ухо, да, но серьезный какой-то контент там продвигать сейчас бессмысленно. Дальше. Вконтакте. Здесь все просто. Сейчас это основная соцсеть, да. То есть, если вы пишете на русском языке, то вам надо быть вконтакте. Ну, мы все с вами сейчас находимся вконтакте. И они очень неплохо ее сейчас развивают. Они довольно медленные, но мне кажется, что они все правильно делают. И они, конечно, составляют конкуренцию всем остальным соцсетям. Одно время у нас продажи были там 50 на 50 из фейсбука и из вконтакта. При том, что у нас фейсбук очень сильный. Вот. Сейчас у нас все идет из вконтакта. Дальше. Одноклассники. Есть ниши, в которых я советую работать в одноклассниках. Мы поддерживаем там страницу. У нас продаж оттуда практически нет. То есть, опять же, там все время идут какие-то реформы. И на случай, если вдруг они там что-то изменят, там начнется какая-то жизнь. Вот на этот случай мы там аккаунт поддерживаем. И время от времени там, ну не время от времени, а регулярно там что-то выкладываем. Оно оттуда, пока трафика нет. Сейчас такая ситуация. Она может измениться просто вот завтра. Может измениться и одноклассники станут реально крутой соцсетью. Дальше. Инста. Что касается Инсты, тоже одно время там все остановилось. Опять же, я должен сказать, что это сеть экстремистская и запрещенная в России. Но мне кажется, что большая часть людей, которые Инстой пользовались, они и продолжают пользоваться. То есть, падение составило где-то 30-40%. Да, то есть, 70-60% остались там. А это прям очень много. Поэтому, опять же, мы какое-то время остановили там публикацию. Сейчас мы возобновили там публикации. Там какая-то жизнь у нас идет. Тоже. Я думаю, что мой прогноз, что Инстаграм разблокирует в течение ближайшего. Договорятся каким-то образом там, поторгуются и разблокируют. Потому что аналога нет. Дальше. Твиттер. Я считаю, что он у нас вообще не работает. То есть, нет там русскоязычного трафика. Хотя тоже у нас есть там страница, что-то мы там выкладываем. Но оттуда вообще ноль. Тоже. Илон Маск может быть что-нибудь там переделает. И там снова будет интересно. Но пока нет. Телеграм. Вторая основная соцсеть. То есть, сейчас я советую делать. Телега очень выросла за последний год. То есть, Телега сейчас это прям круто и правильно. Но я советую использовать связку ВКонтакт и Телега. Вот две соцсети. И с Ютубом сложно. Мне очень жаль Ютуб. Потому что у нас там было под 70 тысяч подписчиков. И хорошая очень аудитория. И сам сервис мне нравится. Но там опять же очень странная какая-то политика сейчас. То есть, если ты делаешь какие-то нишевые вещи, то снижают охваты. Ну, вообще просто. Сейчас охватов практически нет. То есть, мы выкладываем материал. У нас там 200-300 просмотров. То есть, мы дублируем выпуски Года денег там. И там прям очень дохло все. То есть, мы стали дублировать просто потому, что не во всех странах ВКонтакт можно посмотреть. Ну, никто не видит этого. Поэтому я думаю, что Ютуб делать надо. Поддерживать его надо. Но основной площадкой, основную ставку я бы на него делать не стал. Кроме того, помимо аккаунтов личных, есть группы, есть страницы и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Я советую тоже это делать. И иметь группу, либо иметь страницу. У нас есть группа ВКонтакте и есть закрытая группа в Фейсбуке. Но тоже понятно, что сейчас пока там все на паузу. Вот что касается соцсетей. Напишите, пожалуйста, что у вас есть из соцсетей. А, Дзен забыл сказать. Да, про Дзен забыл сказать. Дзен одно время был очень перспективной площадкой. И мы хорошо очень там зажигали. У нас 20 тысяч подписчиков. Мы несколько проектов делали в Дзене. Очень крутой был проект в прошлом году. Авторские рассказы. У нас там читали рассказы по полмиллиона просмотров. Но потом, после февраля, они отрубили продвижение. И аудиторию все. То есть ценность была, ценность алгоритм Дзена. То есть они отрубили этот алгоритм, отрубили трафик с Яндекса. А потом его продали ВКонтакту и Дзен умер. То есть на сегодня я считаю, что Дзен мертв. У нас с сотрудницей с нашей разные мнения по поводу Дзена. Я бы, если бы Татьяна, она меня все время уговаривает. Давайте оставим Дзен. Давайте там будем публиковать. Я бы его давно закрыл. Она его отстаивает. И у нас там есть какая-то жизнь. Идут какие-то публикации. Но охваты минимальные сейчас. Так, что есть. Тенчат попробовал, мне не зашло. То есть у нас есть там страница. Но не это самое. Пока не вижу там большого трафика. Попробовал все эти ЯРУС. Я все эти соцсети, естественно, я все сразу же пробую. Смотрю, там нигде трафика пока нет. Телега, LinkedIn, Facebook, Insta. Ну вот это нормальный набор. Вот только пишет Facebook, Insta, YouTube, TikTok. Хороший набор. Вполне себе. ВК, Телега, Дзен. Сейчас я вижу, что лучше всего работает связка ВК, Телега. Окей, хорошо. Идем дальше. Следующее. Это визитка. У кого из вас есть визитка? Вот смотрите. Визитка в разных нишах. Именно физическая визитка. Визитка работает хорошо в тех случаях, если вы, понятное дело, да, что если вы с людьми общаетесь, если вы с людьми встречаетесь. И в этом случае хорошо, если у вас в самой визитке есть что-то, что людей цепляет, что людей интересует. Например, когда я был сценаристом, у меня визитка, на визитке было написано Александр Молчанов, сценарный доктор. И был отдельный мэйл, специальный скрипт, доктор, собака, Майлру. Вот. И, соответственно, людям я когда давал визитку, они смотрели и такие, о, сценарный доктор, типа, круто. А что это такое? А я лечу сценарий. Ну, я тогда действительно много занимался лечением сценариев. Вот. И это лучше цепляло людей, нежели там было просто написано сценарист. Вот. Но в целом визитка, если вы часто общаетесь с людьми, там может быть какое-то предложение одно, да, то есть какой-то оффер, реклама какой-то книги, реклама какого-то продукта. Например, если вы собираете людей на бесплатную консультацию, да, там может быть мэйл и типа напиши на этот мэйл и запишись на бесплатную консультацию, да, и вы можете дальше эти визитки раздавать. Игорь Ман всегда рекламировал какую-нибудь книгу. То есть у него нет на визитке ни мэйла, ни телефона, ничего этого нет. Да, но там всегда на визитке реклама какой-нибудь книги. И он эти визитки, да, то есть это по сути флайер под видом визитки. Так тоже можно, да, и если, например, вам нужно, просят вашу визитку и говорят, а дайте телефон ваш, да, или мэйл, да, вы берете и ручкой пишете свой телефон поверх визитки. И это kind of respect, да, то есть это повышает уровень, повышает статус этой визитки. Вот, в связи с пандемией, с зумом люди стали общаться меньше и визитка потеряла свое значение. И еще один нюанс. Начиная с определенного уровня вашего социального статуса, визитку надо не иметь. Да, то есть, как вы понимаете, у Путина нет визитки. Да, и в какой-то момент я перестал иметь визитки. Да, то есть, я, если человек мне просит визитку, я говорю, вся информация есть на сайте. Что это такое? Ну, это аналог идите нахрен, да, не дам вам визитку. Да, то есть это затруднение, да, то есть когда трафик становится слишком большой, вы начинаете не привлекать этот трафик, а отсеивать его. Да, то есть моя задача, у меня нет задачи. чтобы мне там куча людей писала. Мне это не надо. И так куча людей пишет. Да, я дальше начинаю наоборот отталкивать. Да, то есть и отсутствие визитки это инструмент отталкивания. Вот, поэтому можно ли заменить визитку на даташид? Да, да. Я считаю, что даташид это хорошая замена визитки. Вот, поэтому для определенных профессий, да, то есть если вы, например, окна вставляете, у вас обязательно должна быть визитка. Да, там окна, да, телефон и так далее. И какая-нибудь скидка. Назови промокод такой-то, получи скидку 10%. Вот, тогда ваша визитка приобретает дополнительную ценность. То есть есть ниши, в которых визитка должна быть обязательно. Особенно, если вы, да, все время с людьми встречаетесь. Да, я с людьми сейчас вообще не встречаюсь физически. Да, то есть поэтому мне она зачем? Да, а когда встречаюсь на тренинге на каком-нибудь, опять же, моя задача дать о себе как можно меньше информации. Так, хорошо, идем дальше. Рассылка. У кого из вас есть рассылка? Многие из вас подписаны на мою рассылку, да, и опять же, есть там, как по науке людей на рассылку собирают, да, то есть на сайте вешают какую-нибудь, какую-нибудь няшку, да, или какой-нибудь PDF, это называлось PDF-отчет, да, какая-нибудь PDF-книжечка, да, которую ты скачаешь. Для того, чтобы скачать, тебе надо ввести свой мейл, да, то есть люди это делают, и дальше они попадают в рассылку, и дальше вы через рассылку им начинаете продавать. У нас такого нет, вот, хотя я видел такие штуки, и они работают достаточно эффективно. Например, мы с Павлом Колесовым, с Коучем так познакомились. Я зашел на его сайт, там была прям какая-то реально хорошая няшка, за которую я ввел свой мейл, получил эту няшку, прочитал, и она была реально хорошая, вот, и психологическая какая-то мини-книга, и дальше все, я попал в его рассылку, и потом через какое-то время мы познакомились, стали дружить. Вот, поэтому у меня в рассылку вы можете попасть только одним способом, приняв участие в каком-то нашем бесплатном тренинге, да, то есть вот сейчас у нас с вами год денег идет, да, и вы в рассылку попали через этот тренинг. Да, я вам присылаю эти самые, да, приглашения на урок, и помимо этого я присылаю какие-то письма. Не всегда продающие, но, как правило, продающие, да, то есть там в письме всегда, вернее, письмо само не продающие, да, я очень редко делаю чисто продающие письма, да, там всегда контент, но в конце напоминание о том, что это самое. Вот в рассылке у нас сейчас там 6000 человек, и я периодически выкидываю из рассылки тех людей, которые, допустим, в течение последнего месяца не прочитали ни одного письма. Вот, поэтому если вы не читаете письма, то в конце месяца вас, вы перестанете получать письма. Вот, и некоторые люди, допустим, тренинг закончился, да, люди от рассылки отписываются. Ну, окей, нормально, да, а если людям нравится рассылка, да, они дальше ее просто с удовольствием читают. Вот, советую делать, советую иметь рассылку, есть бесплатные сервисы, если у вас аудитория небольшая, там до 1000 человек, можно найти бесплатный сервис. У меня сервис платный, и он достаточно дорогой, я плачу там около 2000 евро в год за него, но пока работает, потому что там некоторые сервисы, там, MailChimp, например, отрубился. Вот, советую, советую иметь рассылку. Почему? Потому что в вашей соцсети, да, допустим, ВКонтакте, там, сейчас скажу, сколько у нас, у нас дофига, сейчас, кстати, уже подписчиков, я вам скажу, сколько у нас ВКонтакте. Вот, ВКонтакте, сейчас у меня 4000 друзей и 34000 подписчиков. При этом охват поста может быть, ну, он может быть и большой, да, он может быть и там, вот, 400 охват поста, да, считайте, сколько это. Да, то есть это народу дофига подписано, а пост читает довольно мало людей, вот, и люди просто не видят ваши посты. И, соответственно, в рассылке количество людей, которые прочитают, ну, там, четверть, например, да, если 25% раскрытия писем, у нас там бывает до 60%, у нас высокое достаточно процент открытия писем, поэтому это совсем другая история, да, то есть и по большому счету, да, у нас нет воронки, как таковой, да, но люди покупают с рассылки, поэтому советую сделать. Дальше, книга. У кого из вас есть книга бумажная? Смотрите, в России у людей очень большое уважение к книге, то есть если у человека есть книга, то он сразу переходит в другую категорию. Поверьте, когда я работал сценаристом и написал букварь сценариста и начал знакомить с продюсерами, дарить им букварь сценариста, отношение ко мне сразу, у меня статус сразу поднялся на 10 пунктов. Очень сильно, статус очень сильно повысился, вот, и соответственно, да, книга, помимо всего прочего, это точка касания, да, то есть когда люди в книжном магазине видят книгу с вашей фамилией, они вас начинают воспринимать совершенно по-другому. Они вас потом видят где-то в соцсети и себе говорят, о, это чувак, чью книгу я видел там-то, там-то, да, да, и причем, ну, сам издатовские книги, они тоже имеют смысл, да, то есть Ридеро очень хорошо издает, и книга, изданная в Ридеро, это лучше, чем ничего. И у меня, кстати говоря, до сих пор после десятков книг, изданных в Эксмо, в издательстве весь, я продолжаю, вот я сейчас пишу заметки о сценарном мастерстве, такая, такой, такой дневник, да, и я его издаю, вот, первую часть я издал именно через Ридеро, и вторую часть я закончу ее где-то в феврале, тоже, тоже она будет издана через Ридеро. Я даже заморачиваться не буду с издательствами, вот, но книга, изданная в издательстве, они ставят книгу на полку в любом магазине, то есть вот я приезжаю там, в Нижний Новгород, иду в книжный магазин, там есть букварь сценариста, да, приезжаю в Лондон, иду в Waterstone, и там есть букварь сценариста, там есть раздел русских книг, и там есть букварь сценариста, да, то есть, и люди, которые в Waterstone зайдут и зайдут в этот отдел, они увидят там книгу Молчанова, да, то есть, они есть, мне люди присылают фотки, да, там, в Чикаго книга моя стоит на Кипре, причем в пляжном магазине, там мне Тони прислал, Тоха Нефёдов прислал фотку, вот, типа, на Кипре твою книгу тут здесь продают, прикольно, вот, поэтому, так, книга, да, если у вас книги нет, я рекомендую ее иметь, именно писать и издать. Дальше, следующее, СМИ, передача на радио, если у вас есть ваша именная передача на радио, ну, у меня там подкаст есть, ну, может, посмотрим, может быть, сделаю, сделаю программу на радио, то у меня было, я в свое время работал на радио в Вологде, очень хорошая точка касания, очень теплая аудитория, очень хорошо, чутко реагирующая, лучше даже, чем телевидение. Газеты, в газетах лучше, если у вас есть авторская колонка, у меня была в свое время авторская колонка, это сильно лучше, если вы просто журналист и пишете репортажи из статьи, то есть, своя авторская колонка с вашей фамилией и где вы можете от себя что-то рассказать, а не рассказывайте новости, это очень хорошая сильная точка касания. Дальше, телевидение, что касается телевидения, то оно, во-первых, очень разное, да, и разные каналы от разного зависят. Лучше не работать на телевидении журналистом, репортером, ведущим, да, а лучше появляться на телевидении экспертом, то есть, вы сохраняете себе позицию эксперта, но работая, появляясь на телевидении, надо, нельзя хвататься за любые предложения, да, то есть, вы можете попасть на телевидение хоть завтра, да, пойти на какую-нибудь телепрограмму, там, час суда, да, и вы там выступите в роли какой-нибудь там мамы главного героя, будете там кричать, ой, вам сценарий дадут, ну и что вы, что, как это вам, ваш статус психолога, да, как это, ну, это вам очень сильно повредит, поэтому на такого рода, конечно, не надо соглашаться и вообще смотреть на тему, например, меня звали, как-то одно было время, меня прям звали на телевидении, и я ходил даже какое-то время, да, но потом меня позвали на программу «Пусть говорят», вот, а там была какая-то скандальная передача, где каких-то чиморили каких-то тренеров питерских, вот, и мне сказали, вот, расскажите, мы хотим вас пригласить, чтобы вы рассказали, какие они сволочи, эти питерские тренеры, вот, я сказал, что нет, вы знаете, ну, если будет серьезная тема какая-то, то зовите, вот, потом я вообще перестал реагировать на приглашение с ТВ, но, опять же, на начальном этапе, да, когда вы раскручиваетесь, то появиться на телевидении это очень хорошая тема, но, вот, лучше, короче, смотрите, появиться в неподходящем на амплуа, в неподходящем для вас амплуа появиться на телевидении, это вам скорее навредит, чем поможет, то есть, условно, в час сюда идти, лучше вообще не идти, чем идти хоть тушкой, хоть чучелком, ну, и, наконец, подкаст, тоже очень хорошая тема, да, я много лет делаю подкаст, запускаю новые подкасты, вот, с комсомолкой мы запустили подкаст, тоже аудитория подкастов очень теплая, вот, и люди приходят и там, вот, мы слушали ваши подкасты, слушаем ваши подкасты, нам, типа, очень нравится, ребят, кто из вас слушает наш подкаст сейчас, подкаст нашей сценарной мастерской, напишите в чате, я вам сейчас ссылку пришлю на наш подкаст, если вы еще не подписаны, то обязательно на него подпишитесь, вот, есть люди, которые реально, которые слушают только подкаст, которые не смотрят нашу эту самую, не смотрят наши эфиры, а только в подкасте слушают аудио, вот, на Яндекс.Музыке можете, там, кстати, все выпуски Года Денег есть там, их можно слушать там, подписаться и слушать, там, на сердечко нажимайте и подписывайтесь, и дальше на Яндекс.Музыке слушайте. Вот основные каналы, да, которые, сколько я вам тут перечислил, около 20 каналов я вам описал, и смотрите, что я советую, что я советую делать, я советую быть на, есть люди, да, есть люди, которые не слушают аудио, с аудио, чем, чем хороши подкасты, то есть, вот смотрите, видео, для того, чтобы посмотреть видео, человеку надо, допустим, полуторачасовое видео, вот мой эфир, полтора часа, человеку надо выделить, надо сидеть и смотреть это видео, послушать аудио, например, на пробежку человек выходит, запустил аудио и побежал, да, здесь или на Apple подкастах, да, на телефоне запустил аудио и побежал, и бежишь, слушаешь в наушниках, отличнейшим образом, да, или гуляешь с собакой, например, да, или лежишь, дремлешь, да, потом просыпаешься, ой, какой интересный подкаст был, вот, то есть, ты можешь совмещать легко прослушивание подкаста с любым другим занятием, видео совмещать сложнее, да, можно как бы не смотреть видео, да, а тут вот вам аудио, вот, и поэтому подкаст, он добавляет вам время жизни, да, то есть, он видео забирает у вас время жизни, подкаст вам добавляет времени жизни, поэтому я очень люблю подкасты, и даже там трехчасовые подкасты Джо Рогана, при всей моей занятости, я нахожу время слушать, да, потому что я побежал на пробежку, и подкаст запустил, и отлично, или еду куда-нибудь по делам, и слушаю подкаст наушниках, вот, поэтому я советую их, во-первых, слушать, вот, и я советую их делать, что касается делания подкаста, бюджет нулевой, да, то есть, есть бесплатные хостинги, где вы можете аудио размещать, и совершенно спокойно, да, чтобы делать подкаст, ну, вот у меня там есть, типа, микрофон, неплохой микрофон, он стоит, типа, 20 тысяч, вот, и не обязательно такой микрофон, да, можно купить микрофон, нормальный, хороший микрофон, хорошего качества, можно купить за, там, 3 тысячи рублей, по большому счету аудио можно на телефон записывать, и нормальное качественное аудио будет записывать, и не обязательно в подкасте делать интервью, делать полуторачасовые подкасты, да, вы можете 5-минутные подкасты делать, да, то есть, взяли тему какую-нибудь, сели, записали аудио, и выложили, вот, поэтому, у кого нет подкаста, я советую подкаст сделать, они все не взлетают, не взлетают, но рано или поздно они взлетят, взлетят, я в это верю, да, то есть, мы идем всегда с небольшим опозданием от Запада, в смысле новых медиа, вот, там уже там третья волна подкастов идет, я думаю, что до нас эта волна тоже в конце концов докатится, хорошо, да, теперь резюмируя все это, вот мы с вами поговорили об упаковке, поговорили о точках касания, и теперь, значит, что с этим делать, нужно понять, где у вас находится ваша целевая аудитория, да, то есть, например, там многое время мне там было совершенно понятно, да, что вся моя целевая аудитория находится в Фейсбуке, сейчас все гораздо сложнее, да, она такая ищет себя, да, кто-то есть ВКонтакте, кто-то в Телеге и так далее, и так далее, то есть, задача найти тот канал, где у вас есть основная аудитория и иметь в этом канале подавляющее преимущество, то есть, вот если у вас, вы работаете, если у вас есть конкуренты, да, у многих из вас есть конкуренты, преимущество должно быть подавляющее, да, то есть, в чем у меня подавляющее преимущество, ну, например, в фильмографии, да, то есть, я, не то, что как бы мне смешно, конечно, да, но когда я вижу, что кто-нибудь там какой-нибудь сценарный гуру пишет, там, вот, я буду учить сценаристов, заходишь на Кинопоиск, смотришь фильмографию, у него там, типа, одну серию чего-нибудь написал, ну, какой-то сценарный гуру, у меня, пожалуйста, вот фильмография довольно большая, со всеми каналами сотрудничал, да, то есть, в фильмографии я имею подавляющее преимущество, да, книги, опять же, у меня там 38, по-моему, книг, я до 30 считал, потом сбился со счету, да, ни у кого из сценарных гуру, да, есть там, одна книга, редко у кого две книги, да, у меня их 36, и они все читаются, да, то есть, они все бестселлеры, это не просто книга на полке, подавляющее преимущество, дальше, в бесплатных тренингах, да, то есть, есть люди, которые проводят бесплатные вебинары время от времени, да, никто из наших сценарных гуру не проводит в таком количестве, во-первых, не проводит таких масштабных тренингов, как я, да, как год денег, там мы уже с вами уже второй год, была практическая магия, годовой тренинг, был год денег, тоже годовой тренинг, самодисциплина 10 дней, сценарий за неделю, неделя, волшебный, технология бестселлера 10 дней, нет, по-моему, неделя, ошибки в вашем сценарии, 7 дней, сценарная конференция, только я провожу сценарную конференцию, да, то есть, никто из сценарных гуру сценарной конференции не проводит, да, и там вся индустрия собирается, соответственно, вот в этом всем, да, в бесплатных мероприятиях у меня подавляющее преимущество перед любыми конкурирующими киношколами, никто такого количества контента не делает, вот, то есть, к чему я это все рассказываю, не для того, чтобы вам похвастаться, да, а для того, чтобы вы поняли, что вот там, где есть ваша аудитория, ваше преимущество перед вашими конкурентами должно быть подавляющими, не так, что у него книга у вас две, а у него книга у вас 30, да, у вас, у него бесплатный вебинар, у вас там 10 тренингов, поэтому делайте, делайте, ребятушки, делайте, ребятушки это самое, чтобы побить конкурентов, да, нужно иметь подавляем, нужно быть везде, давайте я резюмирую мысль, тоже я уже подустал немножко, и вы тоже чувствуете, что подустали, быть везде, где есть ваши клиенты, а там, где самое большое количество вашей аудитории, там надо иметь подавляющее преимущество, вот это главная мысль, которую вы должны сегодня понять, насколько это понятно, напишите в чате, ресурс на неделе пока не будет, нам надо подсобраться, ребята, потому что у нас сейчас сложные достаточно темы, которые мы будем идти до ВП, а потом мы уходим на ВП, и вот после ВП я дам ресурс на неделю, до ВП не будет ресурс на неделе, ну, опять же, я исхожу из того, что вы все идете на ВП, если кто устал, ну, вот вам будет ресурсный месяц, месяц отдыхайте от меня, но я думаю, что мы все-таки, в основном, большинство из вас, мы все пойдем на на ВП, кто еще не купил ВП, идите покупайте ВП, ссылка у вас прямо перед глазами, еще раз, ребят, я исхожу из того, что все вы идете на ВП, вот, 10 тысяч, 9500, ну, come on, если у вас их нет, да, или вам жалко, я вообще не понимаю, блин, вам для меня жалко 9500, что вы вообще здесь делаете тогда, вот, если их нет, опять же, что вы здесь делаете пятый месяц, да, идите и заработайте, вот, все, есть, сегодня на этом мы с вами закончим, спасибо вам за ваши вопросы, работайте, домашние задания у вас будут общие, да, проверьте, все ли каналы касания с клиентами у вас есть, все ли точки касания, и определите, самое главное, в каких каналах вы будете иметь подавляющее преимущество, вот, это самое важное, и увидимся на следующей неделе, в следующий понедельник в 12.00, пока-пока.